Вот так сегодня выглядят будущие футбольные поля у дворя школы в микрорайоне Новая Самара. Сейчас здесь готовят грунтовую основу, чуть позже поле засеять газонной травой. Предусмотрены также дорожки для бега и прыжков в длину, арена для толкания ядра, баскетбольные и волейбольные площадки. А в самой школе разместятся два спортивных зала. Ход работ оценила комиссия во главе с первым заместителем главы Самары Максимом Харитоновым. Как выяснилось, строительство идет строго по графику. Срок сдачи объекта – декабрь этого года. До 15 октября у нас заканчивается работа по окраске фасада. Остекление находится на конечном этапе. Прокладывают сейчас наружные инженерные сети. До конца октября мы запустим отопление в данную школу. В школе проходит чистовая отделка, уже подготовка классов. С 1 ноября мы планируем начать поставлять сюда мебель. Школа в Новой Самаре возводится по муниципальной программе стимулирования и развития жилищного строительства. И включена в национальный проект «Жилье и городская среда». Открытие школы с нетерпением ждут и родители, и дети, проживающие на территории микрорайона. Два генподрядчика справляются под чутким руководством Министроя и Департамента градостроительства. Еще один стратегически важный для города объект – заводское шоссе. Сегодня на выездном совещании решались вопросы дальнейшего проведения работ. Очередной участок длиной 2 километра от улицы Профильной в сторону «Авроры» на стадии завершения. Укладывают асфальт, устанавливают бордюры. Покрытие асфальтобетона уже устроено на 2-х километровом участке. Борта ставим тоже по графику. И к числу 15-16 октября уже будет устроен верхний слой асфальтобетона из ЧМА-20. Здесь нанесена разметка, и в дальнейшем, сразу после этого, начнутся монтаж опор освещения. И параллельно будут тротуары устраиваться, параллельно с монтажом освещения. В ходе работ подрядная организация проводит замену коммуникаций. При этом не обходится без сюрпризов много неучтенных труб и проводов, проложенных под землей десятки лет назад. Сложность в том, что собственника удается установить не всегда. В этом случае перекладку приходится делать своими силами. Олег Зверев, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин